ребята всем привет здорово вами саня ваня и дачный миша и сегодня выпуск пенопак номер 68 на природе может быть или это гринскрин пиши в комментариях гринскрин это или нет у нас подборочка подборочка от пивоварни лето брю лето брю они делают приятненькие соурочки и сбалансированы кисло сладковатый хороший сангри то или сангрия была последняя по моему из тех что я помню вот ожидание каких завышенных нет но я просто надеюсь что будет хороший пак давай начнем стал улица рубинштейна ты фонах не сна брю верили брю прямо на фоне листвой в руке ништя это это не их это весна что это весна брю это лето брю есть а естественно это наверное их но не их на них на них на них очень кстати символично что лето брю и мы сидим на даче летом да и бью на улице плюс 30 сказка так из 35 да я шучу 29 так вот короче вайцем улица рубинштейна это чисто пиво для макса бранта видимо это кто это кулинарный блогер шленов из питера который приехал в москву любит пшеничку пшеничка российская в курсе вот так как хотел так слушаю оба сегодня миша в майке босс о банан но балу банан порт очень круто банана кракен привет гранана там от регулируем я нормально поставил сойдет суды так себе повернуть сильно вот так найдет все таких бокалов еще лучше приятнее когда прям чтоб нюхать вода прям пшеничка ребят ваш здоровье да и банана немного есть скажу это прям очень-очень это вайс да очень близко к тому что немножко вот ну и какой-то хулицы есть хренцы но ничего ничего не справляйся ты уже сказал и надо просто из-за борода это слово вообще выводить короче как будто что-то вот такое то ли тряпочка то ли что вот такой вид немножечко есть но но в принципе очень приятно пьет со вторым глотка вашего это возможно с дрожжами чуть перемудрили переборщили может переброд совсем чуть-чуть такой рисковатый привкус не просто банана по прям гниловатых вода взяли на хода но кстати что тут капает это на чувство на меня периодически ели а это может быть какой-нибудь сок с деревья ну или херня да я знаю меня никто не нет никак не нормально все тебя вот вообще ну это же вайс да вот у него очень ярко выраженный вкус вайса то есть вы не ошибетесь если перед вами поставить несколько всяких разных бокалов и в одном из них будет это что-то написано пять минут отсюда вижу да нет да я на банке показываю банан гвоздик в принципе это как заявлено все да и типа короче если вы это попьете то прям ну закрытыми глазами вы определите что это вайс на самом деле на ваниной хате я просто поливаю его пол руки а это вода я думаю вы пиво принесли дополнительное пиво и пиво с моим бокалом малину удобрять до чтобы малина тоже может попить пивка с нами вниз не кислять я вижу в общем не подсматриваю в общем очень метая ванночка да хорошие пиво обязательно возьмите попробовать я думаю любителям вайса это конечно не шнайдер не майзл да не аингер но это очень достойно это пропилка хороших российских это не импорт замещение именно да это просто хорошая русская версия вайса не да когда этого еще хорошо а сколько стоит баночка слушай я думаю что меньше 300 должна сли банан кракен пробую нет я свелись ну таких вот магазинчиков это панзабрювер короче все сортовые признаки есть вкусно но здесь кстати лучше чем банан кракет мне кажется и бы бананами тут чуть-чуть другой я говорю тут этот вяленый гдиловатый я на больше дрожжевой чем да да и нет такой сильный газа да короче это очень приятно очень похоже на какое-то это очень похоже на обычный пилс раз гнильцой но не газе он как-то больничка не фильтрование да может быть большой клубничный брат следующая коллаборации лето брю и теория до этого всего я его большого кем это было до нашу глаз кубу вот и бпшника попал есть шоколадный глаз а есть клубничный а ты где уебался когда тебя ехать когда мы от тебя ехали тогда да это как то мы вместе с машиной но это совсем другая история совсем что вы понимали у него рука сменила цвет кожи желтая стала я азиат теперь российская бан бан нет я же не сказал что как ну ладно я не буду это говоришь нас не забанили но я этого не сказал это очень пахнет клубничным джемом джим на вас очень пахнет клубничным джемом цвет вот почти почти прямо лучшие бокалы для нюхания пива да я типа за счет и на даче вы прям все здесь ребята ваше здоровье клубничный пахнет очень клубничным на вкус не так клубничным но и это просто классно если бы был на вкус колено личный джем это лето да это чисто под летом это это слабо клубнична ну я бы сказал больше в мире это мечтает в меру клубнична немного водяниста очень освежающие немного кисловато и что самое главное ахигенно вкусно что это за 40 кисляк но это скорее всего салона возможно возможно это берлине но я не уверен вот это можешь пожалуйста посмотри в этой чё прошу написано сауры ты берлина да это кисловата это берлинен это круто это может зайти мне в копилочку того чтобы я взял в магазине мне понравилось анджелин или чё такое вместе пили с тюбой с тобой да сидит сценами ну да да я понял как то грибы делает эти газбрю нет да газбрю Нет, подожди, коричневый плак брюхо, и кто это? Андрей Андрей. Батплак. Вот оно зашло, но это немножко другое, это больше кислая. Ты тоже можешь полоскивать. Do you like? Вот, вести. Короче, это правда очень вкусно, достаточно клубничный, но я бы, наверное, сказал, что это больше похоже или вот на то, из чего компот делают, прям вот клубника как будто с чем-то. И вот, либо это мороженое ягода, потому что такой жжет еще, не яркий, но при этом приятный вкус. Жжет еще немножко. Немного, но это уже пивная штука. Да. Из-за того, что ты сваренил. Я доволен, я тебе дала. Вкусно? Да. Отлично. Весьма. Почувствовала вкус, все хорошо. Ну, интересно, что у меня с глазами на камере, мне прям въебало светить, так прекрасно. Нормально, я тоже щурюсь такой. Нет, у тебя вроде нормально. Я желтые руки щурюсь, но ты вращаешься. Чисто бан. Не хвост, баннер. Одобряю, наверное. Спасибо. А, ты там уже сзади положил. Ну, это просто, да, чтобы сейчас чистить для успокоения. Там надо вылить. В общем, это суперское пиво. Да, очень классно было, спасибо, спасибо. Здесь тоже вода. Ну ладно, похуй. Следующий у нас, ух ты ж, Газбрю. Hill Tourest. Hoppy Sour. Hoppy Sour L. Лето Газбрю? Да. Лето Брю и Газбрю. Hoppy Sour L. Да, это охмеленный Sour будет. Слушай, интересно. Именно вот мне этот жанр не очень подвластен пока. Я не понимаю, что это. Я тоже пока не могу себе представить даже, что это будет. Может быть прикольно. Горький кисляк? Прости. Может прикольно, а может вообще не прикольно. Я пробовал что-то такое. Может быть настолько же у нас разделится мнение, как по поводу смузи-сталута, который называется Dark Net, от которого Саня супер кайфанул. Это будет моя, там много воды. А мне не понравилось. Вот. А я прям чуть ли не до недородного рефлекса. Да? Да, мне очень не понравилось. Это, кстати, было прикольно. Может быть. Как вы сказали, будет горько-кислое, потому что вот в предыдущей баночке она кисло-сладкая получается. Угу. Это как мелкшейка, походу, будет вонять. Ох, ё-о-о. Это мелкшейка будет какая-то. Кстати, лучком пахнет. Ммм. Причем каким-то стухшим почти. Мой любимый запах. Ребята, да, ваше здоровье. У нас тут птички поют. Очищал бокал и просто огонь. Это, блядь, кислое Иппа. Кислое Нью-Ингланд. Ну да, это, типа, вот есть такой стиль, называется Саур Иппа. Саур Иппа. Саур Иппа называется. Но там на базе Иппа сделано. А здесь сделали, короче, Саур Эль и его хмель. С добавлением хмеля. То есть, если там базовое пиво, охмеленное, а то здесь база Саур и сверху хмель потом. Да, но хмель, мне кажется, они взяли не тот. Похоже, кстати, на шампанское, но это пиво, и поэтому вот этот горечь не очень приятный. Это неприкольно. Это невкусно. Лук какой-то гнилой в запахе, мне кажется. Слишком он вонючий какой-то. Для знакомства с новым стилем, для ознакомления с чем-то просто, вот, я не видел больше. Ахмельонный Эл Сауру. Я не раз копий что-то и пил, но... Ахмельонный Эл Сауру я еще не пил. Не такой кислый. Если вы хотите, но не можете это найти, но хотите это попробовать, возьмите себе про Киши Нью Индон. Мне кажется, на вкус он будет точно такой. Ну, не то чтобы... Слушай, я бы даже, наверное, не сказал Саур Иппу взять. Это немного другая штука. Нет, смотри. Стоит попробовать. Да. Я хотел сказать Ване, что мне кажется, что пиво, оно когда после срока вот такого типа милкшейк или как его НИИПа, мне кажется, оно просто теряет свои вкусовые качества и получается ближе к воде с какой-то хуйней. То есть это уже не как пиво после срока. Ну, может быть. Ну, в общем, это очень... Я бы скорее сказал, если бы я не знал, что это такое, я бы сказал, что это очень плохой и, возможно, тухлый Нью Индон. Ты бы допил бы? Вот так, если бы взял один. Нет, ну вообще, по идее, да. Оно не мерзотное. Просто мустанное. Оно... Нет, я честно, я бы... Его как пиво можно пить, но если оно стоит 200 рублей... Не думаю, что... Нет, все-таки нет, я бы не допил. Я бы расстроился, если бы я это взял сам. Да. Это 100% расстроился бы. Но я даже чуть-чуть хочу допивать. И бармену я бы сказал, братан, почему ты меня не предупредил. Да. Слушай, вообще прикольно. Надо почаще снимать на улочках, потому что можно на улицу выливать. Ну да. Все нормально. Да? Лето на то и лето. Типа вот это вот. Как мы пробуем дерьмовое пиво? Вот так вот. Окей. Малину удобрять. Все верно. Так. Что дальше? Что такие сладкие? Ух ты! Мед с грушей и корицей. Айс ту айс. Лето брю и плак брю. Бля, у меня плохие ассоциации с медом и корицей. Подожди, а предыдущее тоже было с лето брю? Лето и газ. Да. Это лето, короче, коллаборация со всеми. Ааа. Давай пробовать. Как они чисто... Я понял. Лето торгуют еблом. По пути блогеров пошли, да? Плак, кстати. Вот, бля, если это хуйня, то... То я тоже. То я расстроюсь. То Андрей Андреев получает еще одно гневное сообщение в личку. Я пробовал от кого-то, какой-то не очень популярный, который три с лишним оценки в тапке. Ага. Средние. Корицу и мед. Цвет вообще... Мне не понравилось. Цвет очень чистого меда такого. Это очень похоже на разливной мед, который мы видим. Только тот был помутнее. Возможно. А, это прям... Стально отфильтрованный. Это вот... Мед... Ребят, поставьте там вот. Давай. А, нет, я дотянусь, я дотянусь и я смог. Я бы... Я подстраховывал. Это грушевое шампанское. Это очень похоже по цвету на мед. Мои любимые... Это грушевое шампанское. Женщины в мире пивового гения. Юлия Сферата. Да. Юлия Сферата. Кстати, было прикольно, если мы сейчас обнаружим банку еще вместе с ней. Юлия Сферата. Это грушевое шампанское. Юлия Сферата. Я бы просто возьму и понюхай сперва. А, все. Ты подольше понюхай, потом коричко появится. И мед есть. Чуть-чуть. Совсем. Чувствуешь, что дюшес прямо. Не де бургунь. Просто дюшес. И Люба такая саспорка. Да. Я же взял чувство. Вот это запах. Юлия Сферата. Я вижу тебя сквозь стакан. Ты не поставил... Она выспоркала салфетку и собирается бросить мне ее в лицо. Ты не поставил лайк. Я вижу тебя сквозь этот стакан. А еще ты не подписался на телегу. Да. Кто? Ну, явно не ты. Ну да. Там даже быстрее выходят сообщения и посты, чем в ютубчике. Там чаще, да. Там посты писать комментарии даже не по теме. И по теме, и по теме. Нет. Мы челкнулись? А, да ну. Да. Я просто очарован запахом. Я только нюхал. Ой-ой-ой. Думаю, прям дюшес с корицей. Это с медом еще. И с медом, да. Это офигенно. Это идет сначала дюшес, сладость дюшес и грушева. Потом такая коричка проходит, а только в конце легкая-легкая горечь от меда. И вяжет чуть-чуть, как это называется. Очень прикольно. У нас когда-то был пак, где была Атлета Брю. Что, выйдешь? Где была какая-то баночка Атлета Брю. Вот. Ну, это был летний какой-то. Да, тоже был летний какой-то пак. И вот тогда у меня почему-то, я точно не помню, но у меня в голове остались сомнения по поводу этой пивоварни. Сейчас вообще сомнений нет. Лето Брю, увидите-берите. Увидите эту банку, чтобы вы понимали, за этой баночкой можно было бы съездить на другой конец города. Да. Вот так вот. За этим можно специально ехать. Просто попробовать, да. Это очень вкусно. Да даже не попробуйте, можем лечиться. Это просто очень вкусно. Да, кстати, если это нагреть, будет вообще огонь. Это очень вкусно. Скажи, если нагреть, это будет кайф и еще что-нибудь А вот сейчас дюшесик ушел. Ну, газаться от дюшеса ушел. Ну, вообще ее особо нет. И на большой глоток меда чуть побольше. Конечно. Это не реклама Афанасий говно. Можете посмотреть в шорте. Именно поэтому мы им промываем стаканы и выливаем. Ананасий. Ананасий, я сказал. Ананасий теперь. Афанасий, ананасий теперь. Блин, я поеду найду. Открывашка нужна. Какую? Вот эту последнюю. Это очень жаль, конечно. У тебя очень много слова хуй в лексику. Хорошо, ладно. Какое бы ты слово вместо этого использовал чаще? Пизда? Да. Ты что не любишь пизду? Или ты больше любишь не пизду? Нет, я давайте, так как это у нас ролик экспериментально, как это сказать, на свежей природе, я ничего не запикываю. Ничего не будешь запикивать? Нет. Понимаете, здесь ролик у нас будет, он естественный. Вот ролл, да. Да. А иметь хуй, это естественно. И говорить о нем, это естественно. Мы три мужчины и мы… Это дерево? Да. Очень жаль. Почему? Нужна открывашка. У меня есть. У тебя есть прям на паузу? Ты что, угораешь? Я об нее хотел чпить. А вот об эту чпить. Минутку займет, Миша. Это железо. Я попробую. Да, все, я вижу. Ну, если ты не отхажешься, и пиво не подрится. О, ничего себе. Это, 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 это же… Горький? Это же эти… Гравити Проджект. Как будто гады, как будто от Горького. Гравити Проджект или это Брю? Я не знаю, что такое Гравити Проджект. Ты уверен? Может, давай я принесу? Ооо. Я уверен. Просто вопрос в том, здесь может быть не быть открывашки. У меня есть усадь. У меня в картеле она лежит, просто не здесь. Там. Вот это пьянь тропическая, понимаете? У меня швейцарский нож. Давай, Саня. Пауза. А, ты сполоснул? Давай, сполоснул. А я пока наливаю. Пейди давно. Короче, ежевика и лимон – это Гравити Проджект. Ребята делают такие химозники, но прикольные сидры. Химозники, как кажется. То есть у них есть сидр, который называется голубичный джем. Насколько я помню? Черничный или голубичный джем. Джем из голубей. Да, из голубых голубей. Вот. И, короче, он очень похож на йогурт чудо. Лесные ягоды. По вкусу. Это очень химозно. Это очень. Я и говорю, они так, то ли у них классные аромки настолько. Тебе не жалко этого гускатерти? Ну, относительно нет. Относительно. Классные в каком смысле? Не очень? Нет, наоборот. Очень хорошие натуральные ароматизаторы. Это, как говорится, идентичные, натуральные. Ну, это... Это, Миша, то, что в составе, не написано, что есть аромки. Да. То есть никогда... Я бы никогда не сказал, что это пиво. Это гореров. Это сидр. Пиво, сидр. Это мистер сидр? Что, плохо? Поставим. Мистер. Ага. Лето мистер сидр. Да, ребята, мистер сидр. И лето вместе с ним. Это тот, от которого люди умирают. Ой, а что шоколадник-то? Да ну, а у меня не шоколадник-то. Что-то есть. Я это не буду. Это, ну, в конце, абсолютно лишнее мерзкое гнили. Я не знаю, может быть, я привык просто, что с какой-то ягодой идет шоколад, но есть вот какой-то послевкусие очень странное, тонинное. А что там? Ежевика? Слишком много задач для одного. Ежевика и лимон. А, и лимон? Нет, это пипец. Да ну, нахуй. Ну да. Это отвратительный пиво. Отвратительный сидр. Прошу прощения. Не знаю. Может, ежевика так и дает винные дрожжи. Ну, в Сибири. И какой-то гост там написано. Короче, мне не нравится. Я не буду это пить. Вот. Гердит. В общем, это не сладкая газировка. Слегка кисловатая. В конце немного гнильцы есть. Мне кажется, что если... Как от какого-нибудь Эля или вот от того же... Нет, от Вайса нет. Как от какого-нибудь Эля прям такого. Какая-то хуйня. Если уж на то пошло. Тебе понравилось? Короче, что я хочу сказать. Ты будешь? Это если стоит 300 рублей за 0,3. Ну, или 200. Это надо сейчас. Не знаю. Лучше возьмите, блядь, гараж. Если вы супер алкаш, возьмите гараж. Есть хардкор. Я останусь голосом разума. Ребята здесь отказались от комментариев к этой фигне. В общем, короче, это никакое. В общем, оно ароматизированное. Пахнет приятно. Вкуса в нем как такового нет. Это что-то не сладкое, газированное и немного... Я сначала думал, что спирт. И немного гнилое. И немного кислое. Гнильцы прям... Ну, я, допустим, практически не чувствую ее. Заявлено 6% по нему. Вот. Я настолько почувствовал, что... А будет, да? Что-то покрепче. Типа летний пак летний. Нет, не будет, Сань, ничего крепче. Даже не будет. Вот. Весь прикол в том, что, допустим... Летний пак именно так. Если бы я взял это, я бы это выпил. Но повторно я бы не стал брать. То есть здесь нет никакого такого вкуса профильного. Интересного. Нет ничего. Из-за чего бы это стоило еще раз захотеть попробовать. Вот. В принципе, где-нибудь летом на пляжике засандалить, я бы тоже не стал. Потому что оно слишком... Херовое. Нет. Это вот странно. Вкуса в нем нет. Но я хотел сказать, что оно... Ой. Айкоса нет. Мы его украли. Опять найдешь. Слава, у тебя украли отлично. Сидор, что ли? Нет, это может быть не Сидор в этот раз. Стало? Давай. Удиви нас. Это что за пробка такая интересная? Ну, в общем, короче, оно... У нас в прошлом паке такая же была. Оно что-то сильное, но безвкусное. Очень странная фигня. Что? Ну, я не, я бы на бутылку смотрю. Не показывай Саню, да? Так, сорян, я перебиваю. Балтийский портел... Балтийский фасад называется. Балтийский, ты говоришь, крепко у него будет. Но это же не крепко, что ли? Восемь с половиной. Портер с водой из Балтики, да? Почти. Там, кстати, что-то какая-то фигня была, что в Балтике что-то пролили химическое, по-моему. Вот этот портел. Было бы заебись, да. Если бы это из Балтики вода. Нет, это есть же еще реклама. Неудобно, да, с открывашкой через эту бутылочку горлышко? Да, горлышко ебанское вообще абсолютно. Это, наверное, под эти, под сидрой. Это шампанская бутылка. Да, короче, маленькие вот эти бутылки есть тоже. Да, точно такие же. Но они закупорены. Или я, если честно, не помню какой пробкой. Такой? Кронен? Обычный, по-моему. Или шампанское? Кронен, возможно. Я тоже не помню. Обычный. Не понял. Который вот... С дубцами. На нашей воде. На Балтийской? Да. Я имею в виду на Балтийской. Это бугельная. А, бугель? Да. Ой. Пахнет слабенько. Но это Балтик. Понимаю. Можно еще, пожалуй, соседочку? Да, я тебе сегодня за это. Нормально. Мы поэтому сегодня сидим спокойно чилим рядом с малиной. На расслабоне начили. На заднем фоне 20 человек нас еще ждут. Ну да, мы на расслабоне абсолютно. Нас ждут? Да, блядь. Мы никому нужны, да? Костром запахло. Да, мы своим пиво дадим, а не кое. Бра! Там уже шелуки только пошли. Нормально? На вторая партия. Да не, пусть идут ребята, радуются. Я сейчас чувствую только шашлыки. Это самое, да. А, подожди, дамюхуй. Пахнет слегка. Будь здорово. Шоколадкой и черносливом. Прям очень выраженный чернослив. Да. Такой ликер на чернослив. Видишь, да, каплики? Они у Вани даже на мобиле. Да, это смола. Это смола. У меня, видишь, не стирается. И шершавый кран. К нам в пиво попала смола. Тут, кстати, очень опасно. У меня вот здесь есть сосна. Я однажды... Небольшое аллергерическое отступление. Я здесь спал на улице летом. Там у меня качели стоят. Я на них лежал, ну и сплю, качаюсь. Хорошо, лето, ветерочек, там был плюс 25, что-то. Это прям вообще сказка. И сосна стоит. Большая. Она все закрывает. Много теней. Прям я вообще реально отдыхал. Вот. И я лежу вот так вот без очков. Потом что-то проснулся. Полежал, покурил. Смотрю на небо. Красота. И сосна решила мне все, блядь, испортить. Вот такой, блядь, шматок смолы. Мне прямо вот сюда падает. Я это охуел. Самый пиздец в том то, что оно, блядь, не убиралось. Вообще никак. Я сидел, у меня рука прилипает, я все это пытаюсь. У меня глаз слипся, я начал паниковать, что-то носиться. А чем ее смывать? Чем вот древесную смолу смывать? Я не знаю, если честно. Я не знаю. Я водой тер, а у меня только рука после этого прилипала. Еще хуже. Это, короче, был полный конец. Сосна подъебала меня сильно. По-моему, это стандарт. Во вкусе жженая корка дарницкого хлеба. Есть. Табак. Немного чернослива или изюма. Но. А сколько градусов? Восемь с половиной. Немного спиртозного, мне кажется. Да, и спиртовая горечь идет. Может быть, после кисляков много. Но она не мерзкая. Вот это вкусно? Может, в отличие от предыдущих? Нет. Я бы сказал, что это... Это же портер, да? Я бы сказал, что это портер, который выбился из среднячка и заходит в топы. Оно не плотное, кстати. Не такое плотное. Это портер, который... Че там, как поется? Выбился из сил. И портер в лачуге лесника на шлега попросил. Да, на шлега попросил. Нет. Это вот он, который выбился из сил. Это хороший портер. Он не супер крепленный, не супер спиртозный, не супер какой-то выделяющийся. Но за счет этого он не такой насыщенный, как хотелось. Да. Он не такой насыщенный. Но для тех, кто не любит такие насыщенные... Вам приятная тема активность? То есть он поначалу немного слабенький, но потом это попадает. Он такой накатывающий. Но он приятный тема. Да. Вполне себе. Да-да. Ну и типа там жженый солод. Ой, какой модный ей мужчина. Карамелька есть, кстати. Красавец мужчины, да, посмотри. Вообще просто секс. Ё-моё. Как он причесан. Он прям... Реклама head and shoulder. Чисто чед из... С моих слипшихся глаз. Алексей. Спасибо. Хороший пак. Молодец. Конечно, жаль, что... Решил запихнуть только от своей пивоварни. В коллабах, конечно, с другими, но тем не менее. В принципе, я думаю, если он начал уже три, то ему уже три остальных не надо делать. Нет, просто нужно очень любить себя. И то, что ты делаешь, нужно быть уверенным. Но не как Савицкий в первом паке. Нужно быть уверенным. Да, к счастью. К счастью. Но... По-моему, это неправильно. Ты... Но это не... Это хотя бы не эксклюзивы, чел. Да, вот это... Вот это... Я не знал. Но вот это очень хорошо, то, что это не эксклюзивы. Но неправильно. Почему? Допустим, ты вот... Пивовар. Ты же не пьешь только свое пиво. Ты пьешь какое-то другое, которое тебя наталкивает на какие-то идеи. Оно может быть не супер каким-то клевым или супер популярным. Но то, что вот... То, что сподвигло тебя на что-то. Вот мы бы, наверное, это тоже хотели попробовать. А не только ваше произведение. Естественно, он отобрал самое лучшее, что у него есть. Естественно, это все... Это очень хорошо. Вот все это очень хорошо. Кроме вот... Ну, предпоследнего. Он... Не то, чтобы прям это плохо. Ну, просто... Ну, странно. Не очень. Ну, это больше странно, чем не очень. Мне это не очень. Да. Гнилая херня, которая была... А я вот люблю. Люблю гницу, и поэтому не видишь, походу, нормально. Ты про пятое? Да. Вот. Ну, вот такое. Жалко, что он все засунул от себя. Но с другой стороны, это хороший пак и... Ну, нет, это вполне очень достойно. Да. Все пиво хорошее, кроме вот пятого и спорное третье. В том плане, что... Ну, третье, да. Это на разок. Смотрите, зачем существует коллаборация? Затем, чтобы продвинуть не то, чтобы свое пиво, а просто еще как бы за счет кого-то выдвинуть. В том числе. Да, не только. Тут есть обоюдная сторона. Поэтому, мне кажется, что вот эти чуваки, может быть, у них... Я не пробовал, я не помню, чтобы я пил от них что-то. Пятое пиво имели. Может быть, у них что-то есть лучше. Есть все, что угодно у них лучше, чем это. Вот. Но это... Миша, веря ему, с его слов, да, это какой пиздец. Ну, то есть, если это действительно так, то, скорее всего, этот пак один из лучших, что мы пробовали. Мой вердикт. Сань, мы 100% с тобой пробовали. Прости, что перебил. Я быстро скажу. Сидор от них в баре 8 градусов. Называется черничный йогурт. Как в 8 градусов? Да. Это как рядом с Бермаркетом. Ну, они любят с Ауральцией. Вместе с нашим другом берегом. Да, да. Когда мы его пили. Короче, блин, все офигенно. И даже они, они для тех, кто любит... На столу, микрофон. Извиняюсь. Для тех, кто любит крепкое, они засунули. Я думал, что они все до 6 типа сделают. 5, 5, 4, там 6. Короче. А это 8,5. И вот этим тоже хорошо. Найберт сейчас, по-моему, везде. И где есть полборация, они почти везде. И они нормально стали в Москву заезжать хотя бы. В многих магазинах их раньше почти нигде не было. То есть сейчас они стали появляться. Короче, если выставлять рейтинг, будем. А я бы не сказал, что это лучший пак из тех, что мы пробовали. Нет. Он хороший. Один из лучших? Один из лучших, да? Один из лучших? Нет. Он очень хороший. Пусть так. Но не один из лучших. И все. Вот что из этого всего пака больше всего было удивительно на вкус? Только вот то с грушей. Ну, и это. И это. Э, нет. Эд. Не-не-не-не-не. Это вкусно? Да, спору нет. Но что это что-то удивительное? Именно удивительное? Нет. Ты очень много... Что? Это просто... Я не так много клубничного пива хорошего попил. Тут может быть. Тут, мне кажется, для каждого. Тут бесспорно. Для каждого. И, кстати, я помню, когда-то мы пили клубничное пиво, и я говорил, что лучше бы использовать джем, чем настоящие ягоды, потому что настоящие ягоды... Было что-то такое зимнее, с тортиками, там, вот такое. Да. Нет, клубничное есть нормально. Что-то есть. Но это просто хороший... Как это? Кто это? Это хороший сауров. Скажи так. Вкусных сауров много. Это пиво, это фаворит, по-моему. Да. Пшеничка, она стандарт, ну, как бы... Очень хорошая. Это просто очень хороший пак. Это хорошее начало для пак. Именно этим оно и удивляет, понимаешь? Это я что-то забыл только. Это охмелённый сауров. А, ой. Экспериментально. Это вне рейтинга. Ой, это... Где-где помойка? Это... Это... Это эксперимент, скажем. Я говорю, экспериментально вне рейтинга такое. Ну, или наравне вот с этим, но... Хуев знает. То есть, да, я бы исключил вот эти два, и всё остальное просто... Клубничка... Даже... Если... Ну, типа... Наверное. А мы как раз в кулинарском, то это тоже было первое. Вот это, короче, первое. Да нет, просто можно, Сань, даже не отставлять. Это нужно отдельно отставить, как то, что нас прямо унилили. А вот я вот так просто. А вот эти три просто, ну, это хорошее пиво. А вот то, это вне конус. Ну, это... Вот после... Вот это эксперимент, а это хуй знает. Да. А в целом, как, в каком порядке каждый из этих будет стоять, это уже не так важно. Правильно? Ну, ты согласен, что вот те два – это хер знает что, вот эти три – это хорошо, а это прям супер. Это разные сорта. Топкек, чебурек, и всё такое. Да. Что, кстати, странно. Я не особенно люблю вайсы. Ну, это... Ну, тут, да, хорошо зашёл. Да, то есть... Я, по-моему, уже говорил, что надо тебе бананокракен. Не что-то такое прям волшебное, но это очень, это очень хорошо. То есть, это что-то, граничащее с тем, что... Вот была бы вторая банка, которая удивила. Вот. Вот вместо тех двух, что-то из тех двух, ещё что-то одно было бы прямо? Нет, если бы вот, если бы одно было либо хорошее, либо одно было... Вот ещё вот такое. Да, либо ещё вот такое вот. Это вот точно бы взорвало мозг, потому что, ну, в принципе, это очень хорошо. Это бы очень сильно постарались. Очень летний, очень летний пак. Да. И даже восемь с половиной, оно достаточно неплотное и питкое. Для тех, кто любит... И оно небольшого объёма. Да. Оно, типа, всё отлично подходит. В принципе, я бы ещё, знаете, как сделал? Может, вот это тоже кому-то зайдёт? Попробуйте. Я бы ещё сделал вот так вот. Ну да. Вот это обособил, вот это обособил и сказал бы, вот это, если вы увидите, попробуйте, ну, купите и попробуйте. А вот это, вот это, вот это вот стоит на первом месте. Вот это вот так вот, вместе вот, я чуть поближе сдвину. Вот это купите, попробуйте. Вот это не надо. Не надо. Увидите такие, ой, вот такие увидели, ух, извините, и пошли, прошли мимо. А вот это за этим, говорю, можно съездить на другой конец города? Да. Я бы поехал, купал его каждый день, если бы оно было на рынке. Ну, типа. Вот, допустим, я ездил за Дюшесом на другой конец города, за Дюшес до Бургун. Мне очень нравится, прям очень нравится. Глобус по акции. А ещё знаешь что? Глобус ездил по акции, в твой дом они продавались. Вот, ради этой баночки я бы не поехал, но вот ради двух таких баночек я бы уже поехал, да. Ещё пшеничка от Нью Риди вот эта хорошая. Отстой вообще, не слушайте сами. Бля, ладно. Короче, надо, надо составлять. Какую-то хуйню вспомнил из своего прошлого, блядь. Вот тогда я пил, нормальные пили. Надо составлять, короче, если будет новый пак, который в нашей сборке типа, что там сгонял за пилом, что такое. А теперь давайте, да, маленький, маленький анонс новой рубрики. Будет новая рубрика на канале. Когда, не знаю, но она будет. Вы подписывайтесь поэтому на канал. Так. На телегу подписывайтесь. Не знаю, там, в группу ВК можно подписаться. на дзен. Ну, там не сказать, что я прям сильно всем этим занимаюсь. Не знаю. Правительство свернутое? Вот. А пока поставьте лайки, да. Оставьте комментарии. Свободу пива. Если вы пили пак, пробовали этот пивас, и вам что-то понравилось, обязательно комментируйте, подписывайтесь. Ещё раз поставьте пальцы. Я знаю, я знаю, какой бы следующий раз. А, это просто анонс. Я просто жду. Я жду. На втором Белорусском. С вами были Саня, Ваня и деревянский Миша. И Нитфор Пиво. И прекрасный пак Атлеты ВГУ. Да, кстати, очень классный. Пробуйте. Всем пока. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому.